добрый день каждая пешка цена ибо она может попасть данки привет и слава украине слава за су мы давно не обращали свое пристальное внимание на театр имени марии захаровой многое здесь изменилось стало больше эмоций экспрессии паники нет мария владимировна очень много и усиленно со всеми подробностями рассказывала нам о том что создана танковая коалиция в поддержку украинской армии мне кажется мы зря обделили вниманием марию владимировну потому что она рассказывает о людях которые она назвала вещи своими именами перед тем как начать все-таки была пауза в нашем заочном общении захаровой мы должны проверить ее на остатки адекватности а то многие считают что этот человек слишком подвержен своему имиджу человеку который злоупотребляет сами знаете чем проверка у нас будет очень и очень простой маша маша украина была есть и будет согласны подписывайтесь на мой youtube канал сегодня будет масса интересного потому что потому что потому что на то воюет с россией вы представляете вопрос все-таки к столтенбергу вы реально граждан стран ес и нато считаете за форменных болванов вы действительно полагаете что направляя танки которые должны быть обслужены людьми формируя в том числе на базах украинских посоль за рубежом вербовочные пункты по рекрутированию как граждан украины так и граждан других стран вы не являетесь до сих пор стороной конфликта а кем вы тогда являетесь назовите просто придумайте новое название для самих себя требуется самоидентификация этот брифинг марии захаровой оказался очень и очень личным она поделилась с нами самым сокровенным досмотрите это видео до конца потому что захарова рассказала на многомиллионную аудиторию как ее бабушка любила немца но если мы говорим о том что нато должно себя как-то проявить и самоидентифицировать в данной в данной войне то мы должны обратиться конечно же к эксперту к эксперту профессионалу который я уверен понравится маши захаровой ведь это это очень похоже на игру которая имеет такое такое яркое название нас там нет нас там нет и наконец что касается вывода иностранных войск но там нет иностранных войск там есть местный да там есть там есть местная милиция местные силы самообороны они состоят из местных жителей россия ведет нечестную игру производит имитацию дипломатии не соблюдает обязательств это владимир путин в 2019 если я не ошибаюсь году отвечает на мой вопрос говорит что их там нет это не мы там нет российской армии поиграем дальше значит мне все время задают вопрос откуда у них танки тяжелая артиллерия послушайте вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликт и боевые действия причем с применением танков артиллерии и так далее откуда они берут видимо от тех структур государств которые им симпатизируют но это их техника они иностранные хочу вас вот хочу обратить на это ваше внимание татуировку себе набить где-нибудь просто заглядывать туда и вспоминать что говорили позавчера поздравляю вас дорогие украинцы теперь у нас на вооружении украинские абрамсы украинские леопарды украинские челленджеры что будет дальше но мы прекрасно знаем и знает это мария захарова будут у нас украинские что боевые самолеты и дальнобойные ракеты ну так обычно всегда поступают не стороны конфликта не участвующие военных и боевых действиях да с другой стороны всем же известно что российскую военную форму можно купить в любом военторге мы помним владимира владимировича 2014 года и если можно купить российскую военную форму он нам тогда и говорил и форму других стран в том числе нато тоже можно купить если можно купить форму то почему нельзя купить танки артиллерию и многое другое необходимое для уничтожения российских захватчиков когда в четырнадцатом и пятнадцатом и в последующих годах да отвечая на вопрос где вы были восемь лет нам рассказывали что у нас внутренний конфликт и гражданская война на использовалась вот эта вот тема мы не участник конфликта ну что ж теперь и нато и страны альянса все вместе взятые и не только те которые входят в нато и в альянс они тоже не участник конфликта мы просто пошли в на западный военторг и взяли что нам необходимо наверное кто-то спросит а кто же за это заплатил но конечно же страны которые симпатизируют украине если вы не сторона конфликта потом второй момент но все-таки доработайте друг с другом выработайте единство в оценках или что германия уже не в нато вон министр иностранных дел фрг заявила что оказывается европейские страны ну и естественно германия воюют с россией это как так можно воевать с кем-то не будучи стороной конфликта это что за такие новые вводные новые политологические увертки оказывается можно владимир владимирович нам все объяснил все же просто нас там нет и все какие ваши доказательства а если уже говорить об аналине бербак что она сказала то что сказала захарова и повторила захарова так в таких ситуациях я сразу отправляю тебя маша на правильно на кремль ну не прямо так вот сверху а туда потому что там сидят и работают твои коллеги дмитрий сергеевич песков например когда у они его спрашивают прокомментировать заявление каких-то российских депутатов от партии власти в основном депутаты госдумы и так далее партия единая россия путин медведи все дела они говорят а давайте нападем на казахстан или на азербайджан давайте нападем чтобы не знали силу россии что мы слышим в таких ситуациях из кремля мы слышим все очень просто это их личное мнение продолжим играть маша взрослые игры на граждане стран нато должны знать их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной и это противостояние идет по нарастающей граждане стран нато должны знать я так понимаю это какая-то некая российская военная тайна которую все скрывали скрывали и вот маша проболталась потому что нато сторона конфликта да однако может быть вопрос надо немножечко поставить по другому а знают ли граждане россии что они воюют с нато и довольны ли они этим потому что это и будет такой итог и результат работы маши видите сереже и всех остальных кого я имею ввиду в первую очередь на российскую дипломатию захарову ту же но она так папа трендеть но у нее есть начальник целый сергей викторович риббентроп а у риббентропа есть другой начальник гитлер простите путин и вот все они вели свою внешнюю политику таким образом что привело к тому что с вами воюет нато вы уверены что вам это надо сборы в рамштейне дали старт формированию так называемой танковой коалиции они давно мечтали все те кто вообще заварил эту кашу на украине и осознание требовали наиболее оголтелые западные ястребы ну и конечно банковая конечно мы этим решением все очень и очень довольны потому что нам надо что освобождать украинскую территорию от российских оккупантов я бы сказал слова такое погрубее но вы же знаете на этом youtube канале запрещено использование не в информативной лексики когда хотя когда смотришь на марию захарову очень сложно иногда сдержать эмоции напомню по поводу вот этой самой танковой коалиции начало было положено лондоном который ранее уже обещал выделить киеву 14 танков challenger 2 его примеру 25 января последовали с сша и фрг сообщившие решение подбросить несколько танковых батальонов с американским с американской начинкой в виде абрамса и немецкими леопардами одновременно берлин разрешил партнером по нато ри экспорт паники нет в российском сегменте телеграм уже распространяются памятки уязвимые места леопардов и f16 ну и почему-то нарисована саперная лопатка зомбировать людей просто подменяя понятие и каждый день вбрасывая новые термины бронетехника предназначена для наступательных боевых действий в администрации президента сша вообще не скрывают что новые поставки призваны содействовать как они говорят освобождению украинских территорий включая крым нет да маша а как ты думала вооружение боеприпасы тяжелое вооружение артиллерия и много много чего поставляется для того чтобы играть в игру танковый биатлон нет для того чтобы уничтожать российских оккупантов таких как сама захарова никакой обороне украины речь давно не идет киев его натовские кураторы готовы на все чтобы нанести максимальный ущерб нашей стране современной фашистской российской федерации и как говорится первое не исключает второе но у наших российских товарищей все таки есть выбор вы же знаете правило уйди или умри мы вас предупреждали давно но вот теперь после всего сказанного марией владимировной переходим к сладенькому самому интересному а к фрагменту где маша призналась что ее бабушка любила немца это вся история она была приправлена всякими проклятиями в сторону американского немецкого и других правительств но отдельно она остановилась на шольце потому что считает что немцы очень плохо поступает с танками потому что в сорок пятом году деды их и прадеды себя очень плохо вели были военными преступниками это правда только возникает простой вопрос а какое это отношение имеет к сегодняшним российским преступлениям на украинской земле имеет только одно какое отношение это аналогу аналогия потому что российские нацисты позиционируют себя и главное ведут себя на украинской земле аналогичным образом но а теперь про любовь его знаете господин шольц моя бабушка любила немца которая всю жизнь смотрела на хлеб как на самое потрясающее блюдо мне об этом рассказывала как этим самым после военным хлебом которого тоже не хватало советские люди в частности она человек русский делился с немецкими пленными которые выжигали нашей деревне у нас российских военнопленных тоже кормят и хлебом и не только у них есть 1 2 компот все как предполагают соответствующие женевские конвенции но сколько можно вот этих вот параллелей с событиями прошлого столетия они здесь не уместны мы должны говорить исключительно о российском нацизме ну и конечно же личном счастье бабушки марии захаровой что сказала мне моя бабушка она сказал маша мы и жалели жалость не та которая вы называете толерантностью ожилели значит любили вы на западе давно утратили любое представление об истинных ценностях основ в основе которых лежит конечно любовь поверить в то что сейчас запад поставляет танки немецкие танки туда где эти танки уже принесли столько бед и страданий уничтожив десятки миллионов человек невозможно 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 представить что вы в принципе знаете что такое любовь да немецкие танки снова появится в украине но как говорится есть нюанс это мы все собственно говоря здесь и раскрыли подписывайтесь на мой youtube канал лайки репосты патреон пишите в комментариях как вам экспрессия от маши маши и ее бабушки в любом случае мы все прекрасно понимаем о современной россии ну а в части украины захарова уже сказала да украина была е и будет маша до зустречи